Мимика, жесты, пластика. Умение перевоплощаться с помощью языка выразительных движений в образных играх для детей 4-5 лет для педагога играет значимую роль. Основные правила и принципы образных перевоплощений на стажировке в рамках проекта «Школа Росатома» изучали 19 участников из 14 городов присутствия госкорпорации. Проводили обучение в онлайн-формате на базе детского сада номер 30 «Гвоздичка». Стажеры в процессе первого стажировочного дня, во-первых, познакомились, прошли входное аутотестирование, они конкретно познакомились с понятиями, которые входили в тему моей стажировки. Во второй день педагогам из других городов представилась возможность понаблюдать за непосредственно моей работой. Стажеры могли наблюдать за занятием с детьми в режиме онлайн. Заключительный третий день занятий посвятили обсуждениям стажерских проб. Перед этим участники попробовали провести в садах свои мероприятия, основываясь на знаниях, которые получили, а затем непосредственно с ведущей стажировки Еленой Барышевой подвели итоги работы, высказали свои идеи и предложения в формате открытого микрофона. Каждый день у нас это было четыре, получается, астрономических часа, да, плюс это еще дополнительная работа стажеров, уже непосредственно самостоятельный блок работы у них был. То есть в мини-группах, потому что мы их изначально разделили на несколько мини-групп, чтобы им так было удобнее работать, соответственно, они вот от стажировочного дня от одного до другого, вот у них был блок такой самостоятельной работы именно в мини-группах. Мудрецы, милашки, фантики, рассольник – такие разные и причудливые названия команд объединила общая деталь. В каждом из них спряталась по одной музыкальной ноте. Легкая, веселая и безо всяких сомнений творческая такая атмосфера царила в онлайн-чате стажировки на протяжении всех трех дней. Ведущая стажировки Барышева Елена Сергеевна, музыкальный руководитель, представила авторскую технологию, которая показывает, что сейчас музыкальный руководитель – это не просто музыкант, который владеет инструментами и развивает музыкальные способности ребенка. Но прежде всего это педагог, обладающий игровыми компетенциями, который может раскрыть в игре творческий потенциал каждого ребенка. Закончили стажировку песни и для детского сада «Гвоздичка» уже стала доброй традицией завершать мероприятие творческими номерами.